Привет, друзья! Я всю жизнь, сколько помню о себе с детства, я был робкий. Я тогда ещё пока не знал, что это связано с тем, может быть, что была родовая травма, и поэтому я так понимаю сегодня это, что по утрам, если я не досыпал, у меня мушки перед глазами плавали. Да, во-вторых, я был робкий, наверное, потому что у меня была этика. То есть я помню много случаев, когда я дрался, а у нас в Махачкале дрались часто мальчишки, когда я дрался, то у меня всегда была жалость к моему противнику. То есть однажды даже был случай, когда меня повалили, а у меня, ну, как у всех мальчиков тогда, там и костет был, или ещё что-то у меня в перчатке был костет, а я не мог его ударить. То есть, когда я вывернулся, я мог его ударить, но не мог, потому что мне его было жалко. Я стал его сдирать, эту перчатку с костетом, и пока я сдирал, он вывернулся, и меня сапогами так избил, что я понял, что... Ну, короче говоря, вопрос в чём? Был случай, например, когда я понял однажды одну истину. Я вот... Меня этому никто не учил. Но я мальчиком был, бежал на пятый этаж, писать-то хотел. И дверь включаю, вставляю, и не могу вставить, а писать-то хочу. И в этот момент я понял, надо успокоиться, надо резко сказать себе «спокойно». Я успокоился и спокойно вставил ключ. Я открыл дверь и вошёл. А меня никто этому не учил. Ну, видимо, может быть, я это знал чисто подсознательно, из книг прочитанных тогда, я же маленький был, но читал уже. Потом мне мама сказки рассказывала, тоже там подсознание всё это было. Ну, много чего там у нас в подсознании, даже такой объём информации, целые библиотеки. Просто когда какой-то критический момент, не всегда знаешь, что тебе это подсказало. Потом был случай ещё, очень интересный, что я, ну, во-первых, я всегда пытался преодолеть свой страх. Это факт. Если было дерево, и оно качалось сильно, я всегда пытался залезть на самую высокую ветку. Потом, значит, по пожарной лестнице мальчишки, девчонки, все лазили у нас на пятый этаж, чтобы перейти там вот между лестницей и куда перейти, было расстояние небольшое. Они могли легко перешагивать, а я не мог. Я с большим напряжением это делал. Потом были случаи, когда мы в горах были, в походах, девочки-мальчики легко бегали по скалам, а я не мог. То есть дело было не в том, что я трус или не храбрец, дело было в том, что у меня, видимо, вот из-за этой родовой травмы или у меня была еще большая любовь к жизни, я очень боялся потерять самое то драгоценное. То есть я не жил с детства, как бы автоматически не жил. То есть у меня все время, что осмысление, какой-то этот процесс, может быть, это мне мешало. То есть тут все одно с другим связано. Еще в детстве я переболел желтушкой. У нас в Махачкале многие дети болели желтушкой. Я даже помню сегодня, супчик такой нам давали в больнице. Такой невкусный, я его до сих пор помню. Вот эта желтушка, это, оказывается, гепатит А у меня был. Таким образом у меня была, получается, детская травма. Ну, мама, наверное, была в природе. Она мне никогда не говорила об этом. Я не знал об этом. И спросить не мог. Я же не догадывался. Но я помню, что в школе на первых уроках просто изнывал, умирал. Когда же этот урок кончится? И при этом я был одновременно очень старательным. То есть первые классы я был очень старательный. И когда учительница заходила в класс, все вставали, стояли. И я стоял очень ровно. И она меня в пример ставила. Смотрите, как надо приветствовать учительницу. Короче говоря, вот эти все, вот эти вот с разных сторон, такие непонятности возникали с детства. И все-таки я стремился преодолеть страх. И вот если в том примере, когда я бежал на пятый этаж, и ключ никак не мог, и сказал себе, успокойся, и я взял свои руки и открыл дверь, может быть, вот потом, через много лет, я уже когда преодолевал вот эту неопределенность страха, я додумался, это же сколько лет прошло, чтобы я додумался использовать страх. То есть не просто успокоиться, а использовать энергию этого напряжения для достижения более высоких целей. Вот этот момент, вот сколько лет прошло, от одного до другого. И вот у меня был случай, когда я как-то рассказывал в ролике, что я жил у профессора Королева, Королеву Станислава Ивановича в квартире, когда был в гостях у него в Москве, и увидел снег в окошке там, с высокого этажа, островок снега белого, среди черной ночи, и вдруг я испугался, что меня потянет туда. Я себе сказал назад, и меня повалило на пол, и держало, и держало, пока я не успокоился, и вдруг открылась эта бесконечность, и она меня держала, и я написал это для стихотворения, через много лет меня пронзила, бесконечность, разумность жизни, беспредельность, в каждой точке постоянная, но непроявляемая, и в этот миг мой рваный меня вот удержало, чтобы мог я уцелеть, оставив вечный во мне след, с чем я столкнулся, с собой, или с космосом каким, и что вечно этот вопрос мне не разрешить, не разрешить, да, с чем я столкнулся с собой, или с космосом каким, что это тайна, которую мне не открыть. Да, и вот всю жизнь я пытаюсь эту тайну открыть, что страх этот, как короткое замыкание, это инстинкт выживания, и попытка преодолеть, потому что я в детстве был мечтательным, при этом, я летал во сне, как многие люди, я помню, что я лето читал, дети во сне летают, значит, растут, это потом у меня в одной из книжек стало одним из тестов, летали во сне, а мне кто-то пишет, а я и сейчас летаю, ну хорошо, так вот, сколько различных противоречивых вопросов, мне пыталась, пытается моя голова, мой мозг, так сказать, вместе с моим телом все время разрешить, и тогда я придумал нулевое состояние, в котором разом мы отстраняемся от страхов, комплексов, стереотипов, шаблонов мышления, не авторитетов, выходим на эту эмоциональную безмятежность, потом я понял, что это нирваны, о которой Будда говорил, и потом начинаешь на этом фоне, если ты выспавшись, а если не выспавшись, если хочется поспать, и надо это сделать, а если ты давно не плакал, допустим, девочка, надо выплакаться, ну все, на этот момент истины такой наступает, и через это восстанавливается баланс, таким образом происходит проработка психотравм, детских и накопленных разных негативных впечатлений в этом нулевом состоянии, и потом ты можешь начать мечтать о чем-то, задаваться вопросами, о чем-то думать, и возникает, как я потом понял, из этой нирваны поток, через кеми-михаи, но нервно-мышечные зажимы, которые надо снимать, я понял, а у меня всю жизнь, оказывается, с позвоночником плохо было, первый раз я, да, вообще плохо было, ходить не мог три месяца, лежал неподвижно, нагнал себя без страха, что, наверное, косточка там какая-то сломалась из-за дела чего-то, на самом деле это был диск, крыжевой диск, мне надо было, ну, меня пытались лечить друзья, там пиявки ставили, пиявки оказались мне не подходят, потому что у меня аллергическая реакция очень большая, потом я несколько месяцев ездил, вот, занимался с международной командой по парусникам, в Португалию я ездил, я не мог летом спокойно ходить, потому что все места этих пиявок вот такими этими самыми красными пятнами, мне было неприлично так свободно ходить, я в майке ходил, ну, короче говоря, много проблем, аллергия, гепатит А с детства, остеохондроз очень сильный, потом мне пришлось оперироваться через много лет, же диска большая была, титан теперь там стоит, ну, короче, говоря, спазмы сосудов мозга, которые вызывают вот этот спазм, когда тебе кажется, что ты вот сейчас упадешь, сейчас умрешь, как быть, ну, и потом я догадался, вот, использовать вот эту энергию стресса, когда у меня возникает страх, я в этот момент догадался, что надо вот переключать номинанту, не закручиваться, и это мне помогает, и это мне помогает, когда я помогаю, попадаю в какую-то критическую ситуацию, как каратистов учат, если душа вылетела из тела, ну, так условно говоря, если ты почувствовал, что ты себя потерял, испугался, ты сожми кулак очень крепко, ну, так я понимаю, доминанту переключить, потому что, когда ты в этом коридорном зрении, в зрении туннельном, ты накручиваешься, а надо вот переключать или доминанты, или уши разминать, переключать или доминанты, носик разминать, да, но много чего я потом в жизни понял, много чего я в жизни понял, поэтому я сейчас страх для меня страшно, конечно, как любому человеку, но я не трусливый в этом смысле, а я просто понимаю, что это у меня, в отличие от других людей, как будто тоже не было вот этой травмы, детской травмы, я понимаю, что мне надо было её преодолевать, я был мечтательный очень, много книжек читал, я был внутри свободный, и вот эта внутренняя свобода всё время боролась с организменным проблемным положением, я и придумал потом метод-ключ, как снимать дневномышленные зажимы, для тела снимаешь вот этими узелками на память, так называется, разминкой, потом ещё разминаешь вот здесь шейно-воротниковую зону, очень важно, зона Захарина надеть, находишь точки, там руку подставляешь, чтобы птица была свободная, разминаешь, 20 раз в день по 1-2 минутки делаешь, голова яснее становится, потом шалтай-болтай я придумал, я придумал лыжник, я придумал хлёв с руками по спине, потом я придумал лёгкие танец, потом я придумал идиомоторные движения, если не подходит это движение, подбираешь другое движение, сам подбор движений развивает креативность мозга, творческую часть мыслительных процессов, человек развивается как личность творческая, короче говоря, вот такая судьба, но на это всё уходит годы, на это всё уходит годы, если бы я сегодня знал и тогда бы использовал свой метод ключ, конечно, я бы не дожил до такого состояния, что у меня операцию делали 7 с половиной часов, что у меня там титан стоит, что я, друзья, пять лет не выхожу из комнаты, поэтому человек, который всё это пережил, всё это пронёс, будучи внутренне свободным и в то же время таким боящимся потерять жизнь, потерять сознание, получить инсульт, ещё следующий, третий, у меня там мозг, как на томограмме, мне врачи потом сказали, в институте неврологии, у тебя пробит как дробью, там не поймёшь, там всё в белых пятнах, короче говоря, я поэтому и могу обучать инвалидов, я поэтому и могу писать книги, делать изобретения, я поэтому и могу учить людей использовать энергию страха, любого стресса, любую неопределённость, любую неприятность, как в Айкидо переводить на решение ранее нерешаемых вопросов, да, поэтому я это и могу делать, потому что всё это пережил на себе, да, друзья, поэтому нам всё помогает, как сказано раньше, тем-то, что не сильнее нас, нам помогает превратить в опыт то, что нас не разрушило, делает нас сильнее, да, я человек счастливый, у меня есть смысл жизни, я занимаюсь помощью, я занимаюсь творчеством, я не только выживаю, но и созидаю, и некоторые вещи сделал впервые в мире, судя по книгам, которые я прочитал, и по интернету, которые я вижу, да, впервые, для всех, здорово, до встречи. я не